Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – явление инерции. И на сегодняшнем уроке вы научитесь объяснять явление инерции и приводить примеры. Перед изучением новой темы, давайте ответим на несколько вопросов из повседневной жизни. Как люди обычно стоят в автобусе? Что вы видите на рисунке? И почему это могло произойти? Обычно люди, держась за поручни, стоят ровно. А на этом рисунке вы можете видеть, что люди слегка наклонены вперед. А почему это произошло? По причине того, что водитель автобуса, увидев ежа, резко остановился. А все это потому, что тело стремится сохранить свою скорость как в движении, так и в состоянии покоя. Такие свойства тел называются инерцией. Сейчас вы посмотрите видео про инерцию, после которого нужно будет определить, в каких ситуациях проявляется инерция объекта. Все материальные объекты подчиняются закону инерции. Инерцию нашего тела можно заметить, например, в трамвае каждый раз, когда он ускоряется или замедляется. Когда трамвай начинает двигаться, нас тянет назад, потому что наше тело стремится поддерживать свое прежнее состояние. Только наши ноги начинают двигаться вместе с транспортным средством. Когда трамвай останавливается, мы наклоняемся вперед, потому что наше тело пытается двигаться дальше. Когда трамвай тормозит, у нас может быть впечатление, что наше тело толкают вперед с большой силой. На самом деле, когда мы описываем это явление в системе отчета движущегося транспортного средства, мы используем фиктивную силу, которая называется силой инерции. Когда мы наблюдаем то же явление по отношению к системе отчета человека, стоящего на трамвайной остановке, мы не должны использовать силу инерции, чтобы объяснить поведение пассажиров замедляющегося трамвая. Наблюдаемое явление становится лишь естественным продолжением их прежнего состояния движения вперед. Определите, в каких ситуациях проявляется инерция объекта. Первое предложение. Мяч отскакивает обратно после того, как ударяется от стенку. Неверно. Пассажиры наклоняются вперед, когда автомобиль останавливается. Верно. Бегущий ребенок спотыкается и падает. Верно. Мяч, брошенный в воздух, падает на землю. Неверно. Когда скейтборд натыкается на препятствие, человека на нем бросают вперед. Верно. Во время игры мальчик толкает своего друга так сильно, что он падает. Неверно. Чтобы удалить воду из своей шерсти, собака встряхивает ее. Верно. Когда спускающийся лифт останавливается, мы чувствуем себя тяжелее, чем обычно. Это верно. В ситуациях под номером 1, 4 и 6 у нас не проявляется инерция объекта, так как у нас происходит естественное продолжение движения. А в ситуациях под номером 2, 3, 5, 7 и 8 у нас проявляется инерция объекта. К примеру, бегущий ребенок спотыкается и падает. Споткнувшийся ребенок, у него ноги останавливаются, а верхняя часть тела по инерции движется вперед. Рассмотрим случаи, когда тележка с определенной скоростью скатывается с наклонной плоскости на горизонтальную. Первая дорожка посыпана песком. Вторая дорожка натянута резиной. Третья дорожка – это у нас стекло. Как вы могли заметить, на первом рисунке, скатившаяся с наклонной плоскости на горизонтальную поверхность тележка, резко остановилась. А на втором рисунке она проехала чуть больше пути. А на третьем вы можете заметить уже большее расстояние. Получается, тем меньше препятствий у тележки, тем дальше она проедет. А как же будет двигаться тело, если убрать все препятствия с его пути? На этот вопрос, проведя несколько опытов, Галилея Галилей ответил следующим образом. Если на тело не действуют другие тела, то она находится в покое или продолжает двигаться прямолинейно и равномерно относительно поверхности Земли. И это называется инерцией. А теперь сформулируем определение понятия инерции. Явление сохранения скорости тела при отсутствии воздействия других тел называется инерцией. От латинского «неподвижность» и «бездеятельность». С явлением инерции связано знакомое вам свойство тел – инертность. Массивные тела противодействуют изменению скорости сильнее, чем тело с меньшей массой. Для осмысления понятия инертности приведем пример. Возьмем две машины, одну из которых нагрузим. При одинаковом воздействии силы на двигатель машины, машина с грузом медленнее разгоняется и тормозит. Это все из-за инертности. Инертность – это свойство тел, характеризующиеся отзывчивостью тела на воздействие других тел. Получается, машина, у которого масса больше, более инертна, чем машина, у которой масса меньше. Необходимо отметить то, что вы должны уметь определять разницу между инертностью и инерцией. Инерция – это у нас явление сохранения скорости тел при отсутствии действий на него других тел. А инертность – это у нас свойство тел, характеризующие их отзывчивость на воздействие других тел. Стоит отметить, что инерция – это явление, а инертность – это свойство тел. Итак, инерция – это друг или враг. Несколько примеров из жизни. Польза инерции. Благодаря инерции, любой предмет сохраняет скорость в отсутствии внешних воздействий. Машина, набирая скорость, продолжает двигаться некоторое время с выключенным двигателем, тем самым экономя топлива. Вред инерции. Из-за того, что тело продолжает двигаться, сохраняя скорость, могут случаться разные несчастные случаи. Например, машина сразу же не может остановиться. Из-за этого случаются столкновения с другими машинами. Давайте закрепим полученные знания. Задание 1. Когда два грузовика поравнялись и набрали одинаковую скорость, водители одновременно заглушили мотор. Один из грузовиков нагружен песком, а другой пустой. Какой грузовик уедет дальше? Правильный ответ А. Мы знаем, что масса является мерой инертности тел. Грузовик с грузом, то есть с песком, имеет больше массу, чем грузовик, который едет без груза. По этой причине груженный грузовик уедет дальше. Задание 2. Мячик скатывается с горки и оказывается на горизонтальной, абсолютно гладкой поверхности. Как будет меняться его скорость? Правильный ответ С. Скорость останется постоянной. Задание 3. Что такое масса? Правильный ответ С. Масса – это количественная мера инертности. Задание 4. Стоящий в автобусе пассажир непроизвольно наклонился вперед. Чем это вызвано? Правильный ответ А. Автобус резко затормозил, что вызвало непроизвольное наклонение вперед. Задание 5. В какую сторону отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он поворачивает налево? Выберите правильное утверждение. Правильный ответ Б. При повороте налево пассажиры отклоняются направо из-за инерции. То есть благодаря инерции пассажир сохраняет свою скорость и направление. Сегодня на уроке вы научились объяснять явление инерции и приводить примеры. А также узнали, что инерция – это явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел. Также узнали, что свойства тела оказывают сопротивление изменению его сложившего состояния, называется инертностью. Также вы с предыдущих уроков знаете, что масса является мерой инертности тела. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok